здравствуйте друзья мы сейчас с вами посмотрим небольшой сюжет это часть видео посвященного заполнению формы для участия в гринкарт лотереи алекс раевский большой знаток и специалист этого дела расскажет нам про то как работать с фотографиями это большая серьезная сложная тема очень много вопросов очень много непоняток и вот я специально вырезаю из большого семинара ссылка на большой семинар будет под этим видео а мы сейчас будем говорить конкретно про фотографию приглашаю вас я слышал вот я помню что там на форуме все время были проблемы с тем что целые баталии по поводу фотографий где упирается во что упираются все эти баталии ну значит смотрите во первых тут написано важное требование требования что фотографии должны быть свежими снятыми не ранее чем шесть месяцев назад почему так да значит почему-то очень многие любят подавать фотографии больше чем в одну лотерею подряд одну и ту же фотографию значит это инструкция явном виде запрещает это делать они могут сравнить реально я не думаю что это так пока что происходило но никто не знает в общем грубо говоря в некоторый момент это может начаться я понял то есть серьезный вопрос сделайте свежую фотку хорошо дальше значит дальше тут показано так сказать дальше показаны фотографии примеры плохих и хороших фотографий написано чем ну значит во первых вот здесь показаны правильные размеры а дальше показаны примеры фотографий плохих и хороших то есть 600 на 600 размеры лица размеры до линии глаза и дальше три хорошие фотки я вижу то есть светлый бэкграунд это не обои это не не улица да и мало того значит несколько лет назад я помню были дисквалификации за слишком темный бэкграунд то есть видимо это какой-то один из способов как люди фабрикуют там разные множественные заполнения форм я не думаю я думаю я думаю что это связано с тем что значит фотографии обрабатываются специальным программным обеспечением которое распознает дубликаты это программное обеспечение грубо говоря довольно сенситив то есть чувствительно да фотографии должно удовлетворять определенным правилам чтобы она ее нормально распознавала если она так сказать данную фотографию распознать не может то просто заявка будет отброшена еще до распознавания я понял тут вот несколько образцов я вижу чего нельзя делать вот говорят вот это ретушированно то что вот правее она вытянуто вертикально то что слева он не смотрит на камеру в объектив не смотрят кстати кстати то что слева у меня не видно мне виден только правый ряд а вот то что слева мне вообще не видно левый левый ряд фотографий мне не виден все понял понял хорошо значит я сейчас посмотрю ага вот ну в общем как бы так сказать на того чтобы подавать фотографию нужно посмотреть примеры фотографий вот кроме того значит а тут есть собственно линк сам валидатор который проверяет только технические параметры он не проверяет изображения он проверяет только такие вещи как правильный формат и правильное количество пикселей если так сказать если вы думаете что вы а и что фотовалидатор вы прошли если он вам сказал что все окей это в общем ничего не значит это только значит что технический параметр фотографии правильное произображение валидатор ничего не знает саша я вот первый раз своей жизни смотрю на образцы фотографий. И я хочу сказать, что здесь настолько понятные и простые инструкции объясняют, чем не годится. Тут вдруг зеленоватый оттенок, здесь слишком темно, тут чего, слишком контрастно. Я не понимаю, неужели так сложно? То есть, почему столько дебатов по фотографиям? Что там не так? Ну, видите, вы, например, не смотрели на это никогда. Многие люди так на это никогда и не смотрят. Бывает темный бэкграунд или бэкграунд, оставляющий тени. Да, ну вот вы видите, вот человек с тенью сейчас, да? Мне сейчас не видно. То есть, вообще, как-то тут все так на куски пошло. Да, вот теперь видно. Вот, ну вот, так сказать, сверху фотография с очень сильными тенями. Да. Тут, ну да, вот тут женщина была с какими-то, вот, вот это было в таком живой обстановке, там у нее сзади окна, какая-то мебелишка. То есть, они говорят, что бэкграунд не простенький, а какой-то такой более заковой. Он должен быть однотонным. Он не может быть таким сложным, полосатым, с узором, потому что, как бы, это самое программное обеспечение, оно должно легко отличать лицо от того, что за лицом. Ага. Я понял. То есть, мы начали с фотографий просто потому, что там много вопросов или много ошибок, или почему мы стали смотреть на фотографии? Ну да, много ошибок. Ага. Ну хорошо, тогда мы возвращаемся на предыдущую страницу, и у нас вот идут инструкции. Значит, инструкции... Ну мы не... Я думаю, пусть сами читают инструкции. Что же мы будем? Инструкции пусть сами читают. Я еще, друзья, в завершении этого сюжета хочу добавить, что многие, очень многие люди пишут мне и говорят, Михаил, когда вы будете рассуждать о фотографиях, пожалуйста, обратите внимание, что когда вы идете... Ну, заявители, когда они идут в фотоателье, им там говорят, мы знаем, мы идеально, мы делаем много раз там и так далее, они делают эту фотографию и потом делают, обрабатывают файл так, чтобы там был абсолютно белый бэкграунд сзади, за спиной и так далее. Этого делать категорически нельзя. То есть, несмотря на уберение того, что они знают, понимают и так далее, они постоянно это делают, это очень общее место. Просто возьмите у них файл. Вам не нужна их фотография с выправленным бэкграундом. Вам просто нужен их файл. Я вот на этом месте с вами уже действительно прощаюсь. Все вопросы, которые есть, задавайте в комментариях к этому видео. Конечно, есть форум «Говорим про УЕС», там это все очень здорово обсуждается. И там, в принципе, все вопросы, которые у вас возникнут, там уже отвечены. Но я как бы приглашаю вас у нас тоже задавать, никаких проблем нет. Что сможем, ответим. Спасибо большое и успехов вам!